Наша позиция достаточно простая. Есть своевременные объекты, которые стоят в охранных зонах сетей, водоснабжения, водоотведения. По сути, наличие данных военных объектов препятствует как проведению текущих капитальных ремонтов, так и устранению военных ситуаций. В этом году капитальный ремонт по улице Звейлева показал тот факт, что предприниматели не идут на встречу теплосетям. Один павильон до настоящего времени стоит, он как раз стоит на изгибе. И мы сейчас вынуждены думать, принимать какие-то инновационные и неинновационные технические решения, чтобы проложить трубу под ним. Поэтому, в принципе, здесь мы позицию согласовали и с администрацией города Ачинска о том, чтобы в будущем земельные объекты, именно в охранных зонах тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения, не выделялись. Все, вот это наша позиция на данный момент. А почему бы не перейти на инновационную эту систему? Смотрите, все достаточно просто. Проводится капитальный ремонт сети, идет вскрытие грунта, наличие этих временных объектов. Причем, знаете, там четко сказано, когда мы согласовываем, четко сказано, что владелец объекта, он в течение трех дней обязан его убрать. Все. Других вариантов нет. Согласование шло именно вот в такие рамки. Да, но, как сейчас практика показывает, никто не собирается уходить. Ну, а в данный момент не убирается только один, да? Не убирается только один, а тот ряд, который стоял, мы ждали практически две недели, чтобы они его убрали. Тоже ждали. И как-то предприниматели не особо торопились. Тоже стояли и все. То есть мы заранее предупреждаем, да? Мы всех предупреждаем заранее, потому что у нас программа капитального ремонта формируется в сентябре-октябре. Соответственно, мы предупреждаем о том, что будет. Единственное, что когда идет аварийная ситуация, тогда, соответственно, это оперативно необходимо исключать его. Ну, вот я могу сказать, когда есть и предприниматели заинтересованы, они сами готовы помочь и финансово, и вот как у нас было, тут тоже засор в канализации. Мы с вашими людьми были там до того, практически до трех часов ночи, пока не устранили эту проблему. То есть, если когда предприниматель заинтересован, никаких проблем в этом нет. Понятно, это стоит павильон, но там же на нем и номер телефона есть, что он там продается. Там они же решают, что ставят павильон. Нет, ну так понятно. Проблема, понимаете, в общем, да, необходимо. В любом случае, в правилах четко сказано, что размещение любых объектов запрещено. То есть, это требование установлено императивно, вот как сказали, безапелляционно. То есть, запрещено. Нету такого понимания о том, что согласовывать время. Раньше этот порядок был, ну, как сказать, формально, да, подходили. Сейчас, после проверок Качинской городской прокуратуры, выдается представление, в том числе, органов и местного управления. Об исключении нахождения объектов. Нет, ну так ведь много уже объектов, которые были из временных, переведены в капитальные. Понятно, сейчас новому главе даже смысл этого вопроса задавать, потому что он тогда и не работал. Но много объектов, которые были нестационарными. Сейчас капитальные стоят на теплосетях, на канализации, к этому поводу и тому подобное. Здесь весь вопрос пойдет дальше. То есть, мы дальше будем этот вопрос прорабатывать о том, чтобы они получали технические условия на вынос сетей. То есть, за свой счет осуществляли вынос сетей для того, чтобы освободить те сети, которые находятся под ним. Все. Все. Резисичка.